МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всегда подводят итоги, смотрят, что же было хорошего, какие были трудности. К сожалению, для строительной отрасли 2017 год был не самым простым. Насколько коснулась вас, вашего предприятия, вот такая ситуация в строительной отрасли? В Перми, да, мало кто, наверное, может сказать, что положение дела на предприятии осталось на том же уровне. Я думаю, таких нет. А причины какие-то можете назвать? Что произошло, что мешает? Ну, наша отрасль, она же ведь поистине рыночная. И спрос на нашу продукцию, это готовые дома, готовые квартиры, определяет платежеспособный спрос населения. Это значит доходы. Когда доходы населения падают, естественно, падает и платежеспособный спрос. К сожалению, это так. То есть вы, в принципе, меньше не строите, вы готовы строить те же объемы, да, и даже, может быть, их увеличивать, но спрос рождает предложение, да? Здесь как раз это правило работает. Мы строим почти в два раза меньше, поскольку спрос резко снизился. Резко снизился. От чего в кризисной ситуации люди в первую очередь отказываются? Это от приобретения дорогих покупок. Это жилье, это машины. А скажите, Николай Иванович, вот в два раза у вас снизились объемы, да, строительство, потому что спроса как такового большого уже нет. А не стали ли вы в таком случае экономить на качестве? Потому что вы правильно сказали, что дорожает, да, все, в том числе и строительные материалы. И есть такие застройщики, которые, ну, вот начинают как бы лукавить, мягко так скажем, да? Нет, понимаете, это не тот путь, на этом экономить нельзя. Будешь на этом экономить, потеряешь последних покупателей, мы это отчетливо понимаем. Мы идем по пути снижения себестоимости строительства нашего жилья. А это все больше, больше и больше берем на себя для выполнения собственными силами. Немножко отстали, но вот скоро, скоро введем в эксплуатацию пристрой к столярному цеху, где будем производить межкомнатные двери. Двери входные, металлические, прекрасные, мы производим давно. У нас есть свой карьер щебня, густьки шерти, известь собственного производства же. Электроэнергия тоже своя, много чего своего. Ну да, у вас практически все, начиная от самих панелей, и заканчивая оконными блоками и так далее. Да, оконные блоки тоже мы делаем сами. Вы очень активно работаете с городской администрацией, второй вот уже муниципальный дом построили, издали. А вот чем можете объяснить, это действительно выгодно, или это у вас есть такая вот как бы ответственность перед пермяками, потому что вы здесь живете и работаете? Ну первое, это выгодно, это выгодно. Это работа для нас, оплачиваемая работа. Город оплачивает эту работу, если нет вопросов по сданным работам, если их нет, он оплачивает практически день в день. И это нам очень надо. Ну и есть вторая причина. Что такое муниципальные дома? Это жилье для крайне нуждающихся в жилье. Это и снос Ветхова, это и удовлетворение потребностей, созданной решениями судов, это и дети-сироты, это громадный круг тех, кто получает это жилье. Поэтому работаем, и если мы будем востребованы, и далее будем работать с городом. Ну вот я только хотела спросить, что очень большое количество людей, нуждающихся вот в таком муниципальном жилье, да, и готовы ли вы, если у города будет такой запрос, да, его удовлетворить? Мы готовы. И вся эта работа, она ведь через аукцион, и мы готовимся к участию в аукционе на будущий год. Если победим, будем строить. Вы также строите и социальные объекты. Вот сейчас бассейн возводите. Давайте об этом расскажем. Это новый для нас объект, который строится, я считаю, вообще с той тщательностью, с которой мы строим, даже с большей тщательностью, с которой мы строим жилые дома. На сегодня, на сегодня строительная готовность этого объекта высокая, очень высокая, уже более 70%. Подано тепло в часть здания, начинаются отделочные работы, ведутся специальные работы по электрике, по теплоснабжению, по водоснабжению, по водоподготовке. Там много разных специальных работ. Но, если мы планировали этот объект ввести в эксплуатацию на будущий год, где-то в конце года, то теперь, когда все договоренности с городом, с городской администрацией, с главой города, с Амойловым Дмитрием Ивановичем, по выкупу объекта достигнуты, мы делаем все для того, чтобы ввести его в эксплуатацию не позднее октября месяца будущего года. Сам по себе объект, что в нем? Семь плавательных дорожек. Семь плавательных дорожек. То есть он большой получается. Но это не все. Есть еще детская чаша. Всего по проекту за сутки, пропускная, за день. Мы считали пропускную способность по-разному. И 8 часов, и 12 часов, и 16 часов. Вот в зависимости от того, сколько времени он будет работать, вот при 12 часах работы, скажем, это около 800 человек пропускная способность. И по взрослому бассейну, и по детскому. Около 200-200 с небольшим человек – это дети, и 500 с небольшим – это взрослые. Мы не сказали самое главное, где вы его... Там два зала спортивных. Там полный набор необходимых помещений для занятий физкультурой и спортом. Ну, то есть это такой, получается, комплекс спортивный. Мне сказали самое главное, где вы его строите? На пролетарке, конечно. Ну, это ваш любимый микрорайон, там находится ваше предприятие. Просто очень давно, очень давно, строя, по сути дела, последний дом при комплексной застройке пролетарки – это транспортная 7. Нами был оставлен под строительство бассейна. Участок, да? Земельный участок. Были сразу забиты блокировочные сваи с тем, чтобы потом можно было продолжать работы. Были сразу подведены сети к бассейну. И вот ждали того времени, когда звезды сойдутся. Они сошлись. А предполагается, что этот бассейн будет выкуплен городской администрацией или он останется у ПЗСП? Ну, это не эксплуатация подобных сооружений, это непрофильный вид деятельности для нас. Вот есть, наверное, те, кто умеют этим заниматься эффективнее, чем мы. Вот бассейн будет выкупаться администрацией города после того, как будет введен в эксплуатацию. Ну, не только подводят итоги, да, в конце года, но еще и строят планы на будущее. Расскажите, Николай Иванович, вот о тех объектах, да, которые вы все равно будете строить. Потому что предприятие, уверенно, у вас стоит на ногах много-много-много лет. И много-много пермяков справляли новоселье. Так вот, в конце декабря, значит, где пермяки новоселье могут справить, ну, а потом расскажем о том, что будет в 2018. Совсем недавно сдали последний, строго по графику, последний объект, жилой дом Писарева 25-Б. Это на Гаеве комплекс из четырех домов, закончили строительством третий дом. И 25 декабря мы начнем заселение этого дома. До Нового года как минимум половина жителей этого дома смогут въехать. Да, заселяем мы теперь строго по графику, разбиваем весь заселение всего объекта по дням, по 20 квартир в день. Такой подход оправдал себя. И вот, исходя из этого, более половины до Нового года смогут жители въехать. И я их сегодня хотел бы поздравить с этим важным, радостным для них событием. Дай Бог им здоровья, счастья не только в Новом году, а на всю оставшуюся жизнь. Если говорить о планах на будущий год, да, они сформированы. Они сформированы. Вот мы в этом году введем в эксплуатацию, ввели досрочно или точно в срок все объекты, предусмотренные планом строительства. А сколько их всего было? 58 тысяч квадратных метров, 6 объектов. На будущий год планируем примерно такой же объем. Если говорить адресно, да, ну это продолжение на Писарево. Вот это ряд объектов, разбросанных по всему городу. Ну какие бы мне хотелось отметить. Совсем относительно недавно приняли решение построить еще один дом на сносе Ветхова. И мы в этом году закончим расселение второго дома Сеченова, 8, под строительство дома Костычева, 30. Вот дом на пролетарке. Вот его уже ждут. Вот недавно стало известно о том, что мы будем строить, да, его уже ждут. И долгожданный дом Бульвар Гагарина, это вот ближе к логу, между издательством газеты «Звезда» и трамплином. Там серьезный земельный участок, дом будет, будет начат в будущем году. Подземная часть очень серьезная, вот будем строить. Ну потому что там, да, парковки, места для парковки надземной нет. Да, да. У нас будет двухуровневая парковка под группой домов. И уверен, что получится все неплохо. Я, Николай Иванович, зная вас, просто даже уверена в том, что все получится. И получится просто, ну не просто неплохо, а должно получиться все хорошо. Вы сами в Новый год где планируете быть? В Перми или вы куда-то уезжаете? Знаете, вот за свою некороткую уже жизнь, да, я только один раз в Новый год не был дома. Дома буду. Дома будете, с семьей, с детьми и внуками. Да, мне комфортно в городе Перми. Здесь близкие, здесь родные, здесь хорошо знакомые, здесь друзья. Здесь, собственно говоря, место жизни, да, место работы. Так сошлось, что вот я живу рядом с местом работы. Наверное, это хорошо. Наверное, это толкает к тому, чтобы и в празднике быть здесь, и праздники проводить здесь. Ну, у нас осталась буквально минута. Есть какие-то у вас добрые слова для жителей нашего города? Нельзя этого не видеть, и я это вижу постоянно, что наш город со временем меняется в лучшую сторону. И преобразуют город в лучшую сторону, да, это те, кто управляет городом грамотно и эффективно. И те, кто строит этот город, вот я бы хотел пожелать всем жителям Перми, и не только Перми, а Пермского края, чтобы с течением времени наши места жизни, наши места обитания улучшались, не ветшали, не ухудшались. Добра, счастья, здоровья людям, живущим на нашей красивой земле. Спасибо большое за такие добрые слова, Николай Иванович, и вас тоже с наступающим Новым годом. И вас, Светлана. Вы смотрели «Встречи на Рифе», смотрите нас каждый четверг, будет любопытно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова